Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Дело в том, что я вижу, что ваши судьбы во многом бывают тернисты. В принципе, это особенность человеческой жизни. Гладко никого, ничего не бывает. И бывают ситуации, когда уже не знаешь, к кому обращаться. Давайте обратимся к Богу. У меня возникла такая мысль, что есть прекрасная подборка у меня молитв на все случаи жизни. В частности, в силу обстоятельств. Собирала молитвы к ангелу-хранителю, Господу, Богу нашему, под которым мы все ходим, к Матери Богородице. Проблемы, какие решают эти молитвы? В взаимоотношениях с супругом, взаимоотношениях с детьми. Такие, по-моему, молитвы нужны всем. Поэтому открываю новый цикл. Молитвы будут располагаться на моем сайте Маэстро Мажор. Если вы до сих пор еще не знали, что такое существует, там это мое печатное издание, своего рода книга, в которой я изложила все, что для меня было важно, нужно. Поэтому они будут размещаться там. Как только на каналах появится, у меня два канала, Мистический клуб Маэстро Мажор и Маэстро Мажор как таковой, как только появится ссылочка о том, что молитва размещена, милости прошу. Как будем работать с этими молитвами? Многие считают, что надо молитвы выучить наизусть. Но я вам могу сказать, что некоторые молитвы авторы читают по 10-15 минут. Я не вижу целесообразности в том, чтобы вы заучивали их наизусть. Но каким образом с ними работать? Конечно, для этого стоит уединиться. Возможно, зажечь свечу, настроиться, включить эту молитву и слушать ее, принимая информацию, прочувствовая ее сердцем. И как будто бы говорите не вы, но если вы настроитесь на то, что там произносится, если вы вложите свою душу в эту информацию, Господь вас услышит. Хотите, прослушайте, хотите после прослушивания что-нибудь еще скажите от себя. Но это своего рода медитация, выход в астрал. Так легче донести молитву до тех сил, которые над нами. Но если вы к ним не обращаетесь, они, быть может, тоже не хотят ничего знать о вас. Без веры ничего на свете нет. Это обоюдная деятельность. Вы верите, и вам отвечают на веру вашу. Для того, чтобы облегчить именно вот это состояние входа в соответствующее настроение, я вам и выкладываю эти молитвы. Можете, еще раз говорю, просто их послушать. Можете приложить в конце свое то, что наболело, и то, что вы хотите разрешить в своей жизни. Так что считаю, что эта работа была сделана не зря, что она будет полезна для того, чтобы у вас было больше настроения. Я собрала для вас соответствующие картинки, образа и прочее. Я думаю, что так вы быстрее настроитесь на то, что вас, в общем-то, обращают к Богу. Потому что тут задействованы все чувства, все настроения. Вы видите, вы слышите, вы чувствуете. В вас запускается ваша душа, ваше сердце, и, значит, путь к Господу Богу проложен. Так что туда же буду выкладывать еще музыку и картинки от депрессии. Есть такие звуки природы, журчание воды. Иногда, когда чувствуете, что у вас нервное потрясение, вам плохо, вас что-то раздражает или был тяжелый день, точно так же закройтесь в комнате, выключите свет, и послушайте, посмотрите, и вы увидите, что к концу просмотра ваше настроение изменится в лучшую степень. Проверяла на самой себе. Это то, чем я пользуюсь дома. Но я считаю, что это слишком грустно, когда я создала для себя что-то, то, что мне помогает, и не поделилась со своими близкими друзьями. Поэтому примите этот мой труд. Он создавался для меня и для вас, соответственно. Я надеюсь, это все будет вам полезно. С вами была Елена. Продолжение следует... Продолжение следует... С вами был ИМИ. Продолжение следует...